В самом разгаре января, в предновогоднем сиянии, всё изменил телефонный звонок. Отчаянная мольба о помощи заставила меня отправиться в 30-километровое путешествие в одиночку на пронизывающем ветру. Я прибыл на место происшествия и обнаружил, что она едва дышит, а её хрупкая тельца едва держится на ногах. Сначала она выглядела как безжизненный щенок, брошенный в суровый зимний холод. Но, осторожно разбудив её, я прошептал, «Тебе ещё не время уходить. Ты пойдёшь со мной. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты выросла принцессой». Кто-то бессердечно выбросил её в мусорный контейнер, оставив замерзать и страдать в одиночестве. Я надеялся, что добрые люди помогут ей с жильём, питанием и заботой. Она была прекрасным щенком, не заслуживающим такой жестокости. Я посадил её в свою машину, решив отвезти домой, в безопасное место. Всего через 15 минут она прошептала мне, «Ты можешь ненавидеть меня, ты можешь любить меня». Я назвала её Эльзой. Посмотрите на эту звезду над нами, посмотрите, как сбываются желания. Эта сказка – настоящая фантазия. Перенесёмся на семь дней вперёд. Зимние радости маленькой Эльзы при температуре минус 7 градусов. Её радость и волнение были очевидны потому, как она виляла хвостом. И 20 дней спустя маленькая Эльза обрела радость в своих любимых игрушках. Больше никакой жизни на холодных, безжалостных улицах. Теперь Эльза будет купаться в вечном счастье, тепле и любви. Это история о том, как фантазия превратилась в реальность, о крошечном щенке, обретающем новую жизнь за пределами ледяных теней. Спасибо вам за вашу поддержку и любовь к маленькой Эльзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok